У вас очень модный свитер, мне нравится цвет Мне тоже Кто отравил Навального? Колись, сука Ты? Если не Путин, то кто? Я этого не говорил Количество ошибок возрастает Собрал, негодяй, шутажист Кто главный враг русского народа? Вы или Чубайсов? Ну я, конечно Почему там тихо аплодировали? Привет, друзья, это канал Метаметрика В студии Дмитрий Егорченков, Кристина Бусарова Всем привет И с нами сегодня Леонид Гозман Здравствуйте, спасибо, что доехали по московским пробкам до нас сегодня Они такие были, на мой взгляд, даже для Москвы нестандартные Я вам хочу сегодня предложить, может быть, не вполне обычный разговор Мне очень не хочется, чтобы мы скатились в ту степь Так вот, простым языком скажем, которым страдает вообще все сегодняшние медиа Когда, знаете, гости и ведущие заранее прописали себе роли И уже все тезисы работают только исключительно вот в таком ключе Постараемся сделать что-то чуть более веселое и неожиданное Ну, начнем, конечно, от печки Вы не верите в Бога, вы атеист Поэтому в своей речи частенько, знаете, используете какие-то образы И цитаты религиозные Зачем? Ну, почему нет? Значит, ну, во-первых, иногда я обращаюсь к людям религиозным Например, вот последнее я написал Юрию Алексеевичу Дмитриеву И я написал, пусть Бог даст вам там что-то Потому что я знаю, что Юрий Алексеевич глубоко верующий человек Вот, и я думаю, что это, как бы, так сказать, некоторое, ну, я не знаю Мое уважение к человеку, к которому я обращаюсь Кроме того, мы все живем в христианской стране В зависимости от нашего личного отношения к религии, к русской православной церкви и так далее Либеральная идея, вот либерализм пошел от Евангелия, на самом деле Я когда читал вашу биографию, перечитывал, скажу так, перечитывал вашу биографию перед интервью Как обычно на ночь Да, конечно, нет, на ночь я перечитывал ваш твиттер Биографию нет, чуть раньше это случилось Меня не покидало ощущение вот такое, что вы на самом деле такой, знаете, Индиана Джонс от психологии То есть человек, который в конце 80-х, начале 90-х с чисто практическими такими познавательными целями Погрузился в бурлящую такую политическую субстанцию, скажем так И до сих пор не может из нее вынурнуть Потому что, с одной стороны, интересно, с другой стороны, а зачем? Но при этом вы так и не стали органичной частью вот этого бурлящего всего В чем я ошибся? Да, в общем, вы ни в чем не ошиблись Действительно было фантастически интересно Когда началась эта гонка на лафетах, когда стараются старики помирать Их, значит, ну, знаете, гонка на лафетах, потому что их везли на электрическом лафете У меня тогда жизнь была стабильная, удобная Очень так в перспективе продолжаться как приятная Потому что я был там доцентом Московского университета на тот момент Меня очень любили студенты Я был президентом первой профессиональной ассоциации психологической Вот реально первой, да, первого профсоюза, так сказать Ассоциация психологов-практиков В общем, я для своего статуса и возраста хорошо зарабатывал Поскольку я читал публичные лекции, у меня была психотерапевтическая практика и так далее Я писал докторскую уже Абсолютно такая вот обставленная жизнь Все совершенно классно А в советское время, в общем, позиции лучшей позиции Преподавателя Московского университета в стране не было Вот с моей точки зрения, просто не было А потом они стали все помирать А потом пришел к властью Горбачев, который мне не понравился Резко не понравился А моим всем друзьям он стал нравиться И у нас были всякие споры А потом я как-то понял там, ну, с подачи одного из своих учителей Что действительно в стране меняется И меняется по нашему ведомству, понимаете Экономика осталась столь же плановой Там Госплан там по 12 миллионам позиций утверждал Там сколько там гвоздей каких сделать На разных уровнях Да, да, да Политическая система та же самая Вообще все то же самое, да А страна другая, а чем она другая А люди другие, да Они стали иначе разговаривать, они стали улыбаться Они стали что-то спорить На перекрестках собираются Бухарин, Троцкий, там Ленин Черт что То, на что всем было всегда наплевать Митинги какие-то пошли Вы пошли это изучать Я написал несколько статей Про psychology of social change Психологию социальных изменений А это вообще игра такая вот Игра с дьяволом, понимаете Она заканчивается только победой дьявола Больше никого Я написал несколько статей Стал ездить на какие-то конференции Меня пригласили еще там на одну конференцию А выяснилось, что эта конференция Мол, какие-то молодые ребята, экономисты Я им что-то по психологии рассказывал Это здесь в нашей стране было Ну, конечно, в нашей У нас, да Ну, а где еще? И выяснилось, что эти ребята Стали правительством России, между прочим Так, на минуточку Это и было правительство Гайдара Будущее Я никогда не любил советскую власть Я был единственным преподавателем Кафедры социальной психологии Который не был своим членом КПСС В общем, я отказался совершенно сознательно И даже более-менее демонстративно так получилось Для меня это все было свое Вот Я очень хотел, чтобы это двигалось туда, куда это начало двигаться Ну вот И вот я придумал сам себе определение Что я психолог, который случайно занесло в политику Россия сегодняшняя, это логическое продолжение России 90-х Или это что-то принципиально другое? Это один из вариантов этого продолжения Нет никакой предопределенности Ни в жизни человека, ни в жизни страны Всегда вот есть вот точка Ты можешь пойти налево, можешь пойти направо Да, мы пошли Точки бифуркации, так называемые Да, да, да И этих точек Мы их проходим каждый день очень много В нашей собственной жизни Это и есть наша свобода Я сам решаю, куда мне пойти Сюда или сюда Хотел еще спросить по поводу любви к свободе Вообще у нас довольно часто сегодня принято путать любовь С неким таким мазохистическим Мазохистической потребностью к симбиозу Любовь к свободе для вас В чем должна заключаться? Как вообще свободу можно любить? Часто это звучит Мы должны любить свободу Во-первых, мы не должны любить ничего Вообще никому ничего не должны А во-вторых, мне кажется, что Это довольно-таки странная формулировка Любовь к свободе Это просто естественное состояние Трудно мириться с теми ограничениями Которые мне не представляются Разумными, необходимыми и так далее Я легко соглашаюсь на проход Допустим, через воротики в аэропорту Потому что я считаю, что это не имеет никакого отношения К моему, так сказать Чувство собственного достоинства То это нормальная безопасность Свобода, она разнообразие предполагает? Она вот именно это и предполагает Вот необходимым условием Свободного человека Реализация свободы Это является ваша готовность Принимать разнообразие Понимаете? Потому что если люди свободны Если люди свободны То они начинают вести себя по-разному Начинают по-разному одеваться 30 лет назад у Кристины Не было бы розового хвоста Вот именно Вот вы точно угадали? Потому что с розовым хвостом Ее бы не взяли ни на какую работу А скорее всего задержали бы Менты бы задержали на улице На всякий случай Я бы до сих пор так и не вышла Необходимым условием Вот такого Свободного человека Является Не то, что он сам себе делает розовый хвост Да? А то, что он к розовому хвосту Относится совершенно терпимо Спокойно там и так далее Да? Что он не раздражает Super Вот дело даже не в том, что вот Как бы наказать ее за розовый хвост А дело в том, что Ее розовый хвост не должен раздражать Понимаете? Вот чистая эмоциональная реакция Да? Вот когда вам нравится Что люди разные вокруг Когда вам нравится Что разная архитектура Когда вам нравится Что люди Вот Вот когда вам нравится разнообразие Потому что разнообразие Это естественное следствие свободы А вам нравится мой розовый хвост? Ну, в общем-то... Спасибо. Была же хорошая цитата Эриха Фрома о том, что свобода возникает как раз в моменте принятия решения. И этот момент, он четко определен. Современное общество, и российское, и мировое в целом, вам не кажется, что оно постоянно сокращает это время на принятие решения? Кликбейт экономика, политика, социальные медиа. Сокращает время, в смысле, само решение принимается быстро. Пространство свободы сокращается, приходится быстро принимать решения, количество ошибок возрастает. Ну, то, что быстро, да, согласен, да. Но количество ошибок, конечно, возрастает, это понятно. Но, понимаете, ты принял решение сегодня, там, раньше у тебя было на это час, сейчас у тебя пять минут. Ну, условно, да. Но следующее решение, которое ты принимаешь, раньше было через два часа, а сейчас через полчаса. Это и есть свобода. Свобода – это вовсе не удовольствие. Это образ жизни. Пожалуйста. Деонид Яковлевич, вы активный пользователь Твиттера, и в своем Твиттере вы, собственно говоря, недавно относительно разместили очень интересный пост. С одной стороны, обвинительный, с другой стороны, разоблачительный. Процитирую его. Если не Путин, то кто? Это в ответ на вопрос, кто отравил Навального. С чего вы сделали такие выводы? Ну, во-первых, это просто степка, да, потому что если не Путин, то кто? Произносят все эти путиноиды, идиоты, которые, значит, говорят, что, окроме Путина, 140 миллионов населения нашей страны. Просто вот, ну, никого нету, да. Невозможно выбрать, да. Навальный был отравлен по приказу самого верху, потому что он, так сказать, федеральная номенклатура, понимаете, вот, и поэтому какой-нибудь там... Нет, еще можно для наших зрителей пояснить, что такое Навальный и федеральная номенклатура? Это значит, что им занимаются какие-то люди на самом верху, в руководстве ФСБ, в Кремле, там, и так далее. Им занимаются, да, они уже давно его признали главным оппонентом. А он сам часть этой федеральной номенклатуры? Ну, как бы, вот, насколько он интегрирован в игру, да? В смысле, является урон их агентом? Не обязательно, просто он часть этой большой игры. С ним играют, он играет с ними. Вы знаете, мне сильно не нравится слово «игра» в таком деле. Я использую слово «игра» тоже в социологическом смысле. Я понимаю, я понимаю, но поскольку оно имеет значение не только узкопрофессиональное, оно такое общепонятное, да, вот как общепонятное, оно мне сильно не нравится, потому что это не игра, это жизнь. Это жизнь, кстати говоря, жизнь отдают при необходимости. Им занимается самый-самый верх, Навальным, да? И то, что они не произносят его имя, как, действительно, они шаманы боятся, фантастика. Я думаю, что никакой уездный генерал ФСБ такого решения принять не мог. Это решение вот самого верх, там, верхних десяти людей, да, в стране. Я не утверждаю, что это был приказ Владимира Владимировича Путина. Этого я не знаю, естественно, да, но в чем я уверен, даже как в случае с Немцовым, что Владимир Владимирович Путин точно знает, кто это сделал, если не сам приказал. И он, в общем, одобряет этот поступок, но, по крайней мере, он для него не наказал. Вопрос одобрения тоже интересный. Вот я вам хочу пояснить по Немцову, потому что после отравления Алексея Навального прошло не так много времени еще, может быть, реакция, ну, в принципе, реакция еще может наступить. А вот после убийства Бори уже сколько времени прошло. Допустим, Бориса приказал убить не Путин, допустим, да, а кто-то, Тюткин. Вот Тюткин... Ну, там вариантов много, на самом деле. Ну, не очень много, не очень много, понятно. Пятерочку можно насчитать. Ну, пятерочку, наверное, да. Значит, вот некий господин Тюткин приказал убить Немцова. Окей, а Путин в ярости вообще как можно, там, да у стен Кремля, да тра-та-та там и так далее, да. Что тогда, если он в ярости, делает Владимир Путин? Он делает для себя списочек этих пяти людей, так. И мы-то с вами можем эти фамилии, наверное, придумать, во-первых, он-то тем более, да. А дальше он, значит, их всех по очереди вызывает к себе в кабинет. Говорит, колись, сука, ты? Ты сделал? То есть, он должен подменить следствие? Конечно, конечно. В такой ситуации. Нет, ну, понимаете, в чем дело. У нас традиционно юристиция останавливается на пороге трона. И дальше только сам государь. Значит, вот он, значит, колись. Ему выяснить, что это сделал вот генерал-полковник такой-то, просто вот, ну, нефиг делать, да. Но вы же понимаете, что никто в кабинете не признается? В кабинете не признается, ну, вот уверяю вас. Ну, два часа на все следствие. Вот, все будет понятно тут же. Дальше ты вызываешь его замок, дальше ты вызываешь его охранников, дальше там еще что-то такое делаешь, ну, все, на раз, да. Дальше, допустим, вот он определил, что вот генерал-полковник Тютькин действительно взял на себя такую инициативу, думал, что государю понравится, а государю в ярости и так далее. Предположим, да. Допустим, он не может отдать генерала-полковника Тютькина под суд. Ну, считает, что не может. У него такие представления о чести мундира, там, о чем-то, я не знаю. Ну, неважно, да. Но тогда мы с вами достаточно быстро узнаем, что генерал-полковник Тютькин, заслуженный человек, орден такой-то, 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 к сожалению, сердце не выдержало. Ну, или ушел в отставку. Не обязательно сердце. Ну, я думаю, что сердце не выдержало. За такое должно сердце не выдержать. Должно. Должно, должно, должно. Нет, ну, понимаете, есть совершенно убийство против воли государя, то государь должен убийцу покараться. Я понимаю, что право не действует, закона нету. Ладно, ну, такие понятия существуют, да? И тогда мы бы с вами об этом узнали. А скрыть сердечные проблемы или инсультные проблемы генерала-полковника Тютькина в современном мире невозможно, да? Поскольку в течение года-двух после убийства Бориса Немцова ничего подобного ни с кем не случилось, ни автокатастрофы, ни самоубийства, ни демонстративной отставки, ничего. Это означает, что Владимир Владимирович Путин, с моей точки зрения, он либо сам отдал приказ на убийство Бориса Немцова, либо знает, кто это сделал и решил... Органам следствия и судебной системе вы в этом смысле совсем не доверяете? От слова совсем? Послушайте, ну, я им вообще не доверяю. Даже когда речь идет о таких простых, так сказать, делах, да? А уж когда речь идет о делах, в которые вовлечены первые лица государства, ну, конечно, нет. Надо сказать, что вообще очень мало есть государств, если есть, где следственные органы вот столь же непоколебимы в исполнении своих обязанностей, когда речь идет о первых лицах государства. Это всегда очень сложно, да? Ну, а уж у нас-то, слушайте, у нас традиции, у нас вообще... Леонид Яковлевич, ну, смотрите, если мы говорим о том, что убийство Немцова — это правительственный заказ, то получается, что Немцова убивают, значит, на мосту возле Красной площади, а ради Навального проводят целую спецоперацию. Находят яд, находят исполнителя, увозят его с горем пополам в Германию. Ну, и плюс ко всему, разве Навальный со своим рейтингом в 2% представляет какую-то вот такую огромную масштабную угрозу? Реальную серьезную угрозу, предположим, для выборов. Разумеется, представляю. Он же медийное лицо, в общем-то, по большей части, нежели официальный представитель оппозиции. Подождите, у нас вообще как бы медийное лицо — это и есть представитель оппозиции. Оппозиция — это медиа. Есть там деятели, которые занимают много лет посты различных партий, или там начальников, в общем, различных партий, да, вот, а влияние их ноль. Ну, вот, ну, ноль. А есть люди, как Алексей Анатольевич Навальный, которые никаких постов не занимают, только к нему ездят встречаться Ангелы Меркель, только он может собирать многотысячные митинги, только он смог создать структуру по всей стране, свои структуры, то, что называется штабы Навального, и они везде существуют. Они реально существуют, понимаете? Вот, вспомните, как он шел на выборы мэра, когда его вдруг пустили, да? Вот, и опа! Оказался не просто вторым, а оказался таким очень сильно вторым, да? Так что нет, конечно, Навальный представляет гигантскую угрозу. Кроме того, есть еще одна вещь. Значит, мне кажется, что обида начальства на Навального, она связана с двумя вещами. Один аспект – это вот этот штабы Навального, умное голосование, долой Путина там и так далее, да? Есть второй аспект – расследование, да? Домик для уточки, шубохранилище, там еще что-то. Троллинг власти. Когда он их вынимает вот так вот за ушко, да, и показывает, ребята, это же говно полное. Вообще, что это за люди, что это за люди, да? То он, понимаешь, будучи премьер-министром кроссовки покупает, да? Занимается, значит, там, сидит, заказывает себе кроссовки. А почему у Алексея тогда с доказательной базой не всегда все нормально? То есть, он действительно медийно делает, вопросов нет. Красиво снимает. Дело в том, что это личные оскорбления, понимаете? Вот он выкопал чешское там вид на жительство, еще чего-то, Бастрыкина, да? И говорят, причем как-то, я думаю, что это правда, да? Что Путин его дразнит чешским шпионом. Путин! Он просто дразнит так, да? То есть, понимаете, он наносит людям реальное оскорбление, какую боль причиняет, настоящее моральное страдание, да? Теперь насчет того с доказательной базой. Вы знаете, ну, смотрите, во-первых, никогда не бывает стопроцентной эффективности вообще ничего, да? Если учесть, в какую ситуацию он работает, то мне кажется, что это блестящие результаты на самом деле. В целом, на круг, по-видимому, все правда, да? Иначе бы его давно уже за клевету посадили. Почему не сажают-то? Есть же дела, есть реальные вещи. Очень легко доказать ложь, да? Вот, допустим, он придумал для уточки и так далее в Плёсе у Медведева, да? Все соврал. Соврал, негодяй, шантажуется и так далее. Была мута, как сказал Владимир Владимирович, в разговоре с Макроном. Да. Что делается? Берется группа журналистов, в том числе оппозиционных, везется в Плёс, в это имение Медведева, и показывается. Ребята, что вы здесь видите? Посмотрите, вот дом, он что, полторы тысячи метров, да? Он 150 от нормального, у вас такие же у кого, ну, кто зарабатывает нормально, да? Где домик для уточек? Вы чего, вот найдите его здесь, походите. Тем более, что в самом по себе домике для уточек ничего нет криминального срабатывания. Вот это, во всём вот этом, да? Или там Якунин, скажем, чтобы хранилищем. Это же очень легко разоблачить. Понимаете, они не разоблачают, потому что это правда. Он намеренно преувеличивает часто какие-то вещи, чтобы просто привлечь... Вы знаете, у меня нет с ним личных контактов, я не могу сказать. Вы как-то говорили, если я правильно помню цитату, что если Навальный придёт к власти, вы в оппозицию к нему уйдёте, потому что он вам не до конца нравится. Да, конечно. Я думаю, что если он станет президентом, ну, если он станет тем президентом, каким он, так сказать, обещает быть, да, люди меняются, мало ли что. Со многим не согласен из его политических высказываний. Самое яркое можете процитировать? Он безосновательно обвиняет моих друзей. А я считаю, что дружеский долг выше любого другого. Это друзей, о которых мы уже упоминали сегодня, да? В том числе такое первое поколение в хорошем смысле слова демократов России. Да, да. Вы видите молодое поколение, да? Там ребята 20-25 лет. Ну. Вот вы смотрите на них, что вы думаете в первую очередь? Ничего я не думаю. Во что они одеты? Или я не знаю, вот подойдите, спроси к ним там, не знаю, таблицу Менделеева, они ничего не одеты. Так я никогда не думаю, во что они одеты, потому что, как бы, мы уже обсудили розовый хвост. Вот. Значит... Нет, я ничего не думаю про поколение. Мне вообще, кажется, это полная ерунда. Понимаете, это как-то относится к французам. Вот, например. Или там, не знаю, к русским, или к евреям, или к кому-то, черт его знает, к женщинам. Все разные, понимаете? Все разные. В моем поколении есть инии, там и все равно есть полные подонки. Вот. В моем поколении, там, я не знаю, Путин и его там вся эта комарилия, да? Вот. И в моем поколении, допустим, покойный Егор Гайдар. Вот. Ну и что? Как и магантинское поколение? Никак. А кто, кроме Алексея, которого даже германский канцлер приравнивает к равным политикам, может вообще сделать что-то в России? Вы знаете, до вот этого преступного идиотизма, который они допустили с его отравлением, я считал и даже писал неоднократно, что Алексей не будет президентом России. Идущий за ним будет сильнее его, что должно смениться, появиться новые люди. Соболь? Или, может быть, у вас есть такие свои предположения? Нет, просто непроявленный пока еще человек. Да, понимаете, вот я с большим вниманием смотрел всегда и сейчас смотрю, честно говоря, на вот эти региональные протесты и на лидеров региональных протестов, которые там вдруг появляются. Хабаровск, например, да, там же есть, там, не знаю, 20 человек, я их не знаю, которые это организовывают определенным образом. Кто-то же должен написать в Твиттере или там в Телеграме или там где, да, что, ребята, а завтра давайте соберемся вот здесь, да, и люди собираются вот здесь. Да, конечно, не бывает все просто так, да, обязательно кто-то должен... Нет, но кто-то должен взять на себя организующие функции. Без этого не бывает, не потому что заговор, там, понимаете, вот там Сорос... Нет, просто человеческие общества так работают. Ну, кто-то должен взять на себя ответственность, да, кто-то должен сказать, ребята, переходите, ну, вот сколько раз я это такое видел, там, шестерки не санкционируют, да, просто уйдет толпа фактически, да, никак не организованы, люди случайно присоединились, но кто-то, кто-то остановится и закричит, закричит, ребята, переходим только на зеленый свет, иначе нас будут винтить. Лидер это есть, тот уберет на себя. Я очень с большой, так сказать, надеждой смотрю на лидеров региональных протестов. В Шиесе, в Хабаровске, в Свердловске, в Екатеринбурге и так далее, да. В том числе в Москве ребята, которые появились... Ну, такая скрытая аналогия с Борисом Николаевичем Ельцином, вот такой лидер из регионов, который выскакивает на большую... Но только вот вопрос, выскочит ли он или его уже зачатки просто закроют. Но после вот этого преступного идиотизма с Навальным, я стал думать, что, может, все-таки это будет он. Вот, потому что они, конечно, своей вот такой тупостью, да, они его подняли сейчас фантастически. Слушайте, фантастически подняли. И все остальные, та же Меркель и тот же Макрон, разумеется, моментально схватились за эту историю. Ну, а как не схватиться? Дураки совсем. Вы слово «лидер» употребили. Анатолий Вассерман, очень известный человек, недавно сказал, что это не Путину надо остаться с нами, это нам нужно, чтобы Путин остался с нами. Можно не буду комментировать с Вассермана? А саму концепцию, давайте без Вассермана, но просто вот сам взгляд. Вы начали это говорить уже, строго говоря, что не можем найти в России до 140 миллионов. Это бред собачий вообще, то, что он говорит, и я считаю, что это оскорбление народом России. Вот, когда говорят, что кроме Путина никого нету, вот, это оскорбление нашим с вами соотечественникам. Вы помните старую хорошую пьесу «Лев зимой»? Нет. А фильм такой еще был с Энтони Хопкинсом. Ну, там король Генрих в средние века ходит по своему огромному замку и ищет, кому он может передать бремя власти, понимает, что даже сыновьям, там, Ричарду «Львиное сердце», Ивану Безземельному и так далее, он передать не может ее де-факто. Вам не кажется, что у нас какие-то прослеживаются аналогии с этой пьесой? Это вообще традиционная ситуация абсолютистских монархий. Она была у нас в 19 веке, например, да, когда, допустим, после смерти старшего сына Александра Второго, старшего сына Николая, на которого огромные были надежды, он был любимцем двора, гвардии, общества и так далее, он скончался неожиданно. И императрица умоляла государя объявить наследником не старшего оставшегося сына Александра Александровича, который стал императором Александром Третьим, а следующего сына Владимира, Владимира Александровича, который был, так сказать, ну, его считали более таким тонким, более талантливым, более ярким там и так далее, чем Александра Александровича. То есть как бы вот да, вот судьба династии была опять в руках одного человека. То же самое Ельцин очень долго вел кастинг. Ну, конечно, ну, конечно, он менял там, а Ксененко там возникал, и Степашин, и на ранних этапах пишущим Боря Немцов там и так далее, да. Это порочная система. Понимаете? Вот это сама по себе порочная система. Вот. Должен властвовать закон. Даже в династических системах в конце концов устанавливается закон о престолу наследия, который устанавливает порядок престола наследия, независимый от воли правящего государя. А вообще, конечно, это тоже архаика ужасная. На самом деле, когда вот Борис Николаевич Ельцин назначал себе наследника, да, то это был откат назад не просто в монархию, а в абсолютистскую монархию, такую, ну, незрелую монархию, когда он сам выбирает себе наследника. Слушайте, это получается, что демократические реформы 90-х окунули нас в еще большую... Нет, они нас не окунули, что это было, мы с вами начали с разговора о свободе, о выборе, да. У Бориса Николаевича тоже был выбор. Он мог согласиться с нормальными выборами, и глаз народа, глаз божий, как будет, так будет, да, а мог пойти по тому пути, по которому он пошел. Борис Николаевич принял решение, понимая ответственность. Я не знаю, какое бы решение я на его месте принял, потому что ответственность была очень велика, а вероятность победы блока Лужков-Примаков была почти стопроцентной. А это страшно было бы, с моей точки зрения. Вот очень многие, в том числе я, против, были сам изначально, в общем-то, так сказать, не в восторге, мягко говоря, от Путина, потому что он подполковник комитета государственной безопасности. Но Евгений Максимович Примаков, насколько я знаю, был генерал-лейтенантом того же ведомства. Один наш коллега недавно написал у себя в Фейсбуке, политолог тоже, что он поддержал приход Путина к власти в начале 2000-х, потому что надеялся, что из Путина получится пиночет. Я не голосовал за Владимира Владимировича даже тогда, когда не знал о нем ничего плохого. Вот вообще ничего плохого, кроме хорошего, кстати, что он был верен своему патрону, Анатолию Александровичу Собчаку, и вел себя достойно в этом смысле. Но я не мог голосовать за офицера КГБ. Но надо понимать, вот Борис Николаевич, поставив себя на его место, вот он видит, есть ли нормальные выборы, к власти приходит Лужков-Примаков. Это разворот обратно полный, стопроцентный и так далее. Это катастрофа для страны. Он принял то решение, которое принял. Так что это не реформы 90-х нас погрузили, а, я бы сказал, это незавершенность реформ 90-х, это слабость реформ 90-х, какие-то нерешительности, ошибки конкретных людей. В том числе, разумеется, президента Ельцина, светлая ему память. Так что нет, это не реформа, так случилось. Как вы вообще относитесь к комментариям других людей относительно вас, довольно-таки едким, зачастую неуместным, некорректным, типа вот Гозман опять что-то принял с утра, пишет в Твиттер. Не читая при этом, на самом деле я не понимаю, что имеется в виду. Смотрите, я надеюсь, что у меня есть некоторое чувство юмора, иногда мне пытаются писать смешанные тексты даже. К себе я стараюсь относиться иронически, естественно, сам к себе, потому что обидно, если другие скажут. Лучше самому сказать. Ну а к таким оскорблениям я спокойно отношусь. Ну что вы, господи, скорее наоборот, тем более там часть из них вообще тролли, понимаете. Там я что-нибудь напишу. Уп, вся эта Ольгина, вся эта шпана, значит, срывается с цепи. Вот, им, значит, дали команду. Ну хорошо, значит, я что-то по делу сказал. Наверное, раз им дали команду, так бы не давали, правда? Политика – это разве не стремление к власти для достижения каких-то, в конечном итоге, каких-то своих личных целей? Нет. Ну что вы? Ну, например, переустройство общества таких глобальных. Нет, это не личная цель. Личная в том смысле, что я хочу сделать так, как я считаю сделать правильно. Тогда да. Я вообще считаю, что политика… Ну, я для себя это как-то определил, когда я еще был в активной политике. Потому что активная политика – это всегда борьба за власть. Я уже достаточно давно никуда не баллотируюсь, во властных структурах не служу. Я для себя определил, что политика – это попытка сделать страну, такой, какой ты хочешь ее видеть. Ты, ты. Понимаете, вот никакое не служение народу. Но я хочу. Я, я, да? Хочу. И всегда хотел. И сейчас хочу. У меня, кстати, не изменились эти приоритеты. Я хочу видеть Россию европейской страной. Европейской. Я хочу, чтобы моя страна жила вот по тем законам. Я хочу, чтобы моя страна была естественной частью западной цивилизации. Я хочу, чтобы мы были членами НАТО. Я хочу, чтобы мы были членами Европейского Союза. Там, ну и так далее. Вот. Вот это мое представление. Мое представление. Мне говорят, а с этим там не согласен такой-то процент населения. Я говорю, ну ладно, ну не согласна. Я-то все равно так хочу. То есть политика – это реализация собственного представления о прекрасном и правильном? Понимаете, собственное представление о прекрасном и правильном может реализовываться разными способами. Можно сажать крыжовник на даче, можно писать книги, можно воспитывать детей. Можно очень много чего делать, и это все будет реализацией твоих представлений о том, как следует жить. Некоторые люди предпочитают самореализовываться в этой публичной сфере. Как часто вы ставите собственные убеждения под вопрос? Особенно понимаю, что, например, общество в массе их не разделяет вообще. Вы, кстати, где-то тоже, по-моему, говорили, что одна из трагедий России в том, что потеряно соборное единство народа и демократического образа мышления, давайте так скажем, людей с демократическим образом мышления. Соборное единство народа точно не понимает слова. Народ не до конца понимает, строго говоря, что хотят либералы, демократы и так далее. Я считаю, что нам надо идти вот сюда, эту гору обойти вот с этой стороны. И нас там, допустим, шесть человек, а пять человек говорят, нет, надо пойти с той стороны. То в чем моя, так сказать, задача, получается, если я считаю, что надо пойти с этой стороны? Убедить моих товарищей в том, что нет, ребята, выгоднее пойти, проще, смотри, потому-то, потому-то, потому-то выгоднее идти так. Если я не смогу их убедить, значит, да я пойду вместе с ними. Трагедия в том, что уже 30 лет, де-факто, люди, разделяющие в том числе ваши взгляды, не могут убедить. Мы недооцениваем тех фундаментальных изменений, которые произошли в нашем обществе. Частная собственность принята. Так. Принята. Приняты демократические процедуры. Внутренне приняты. То есть, например, смотрите, даже не сейчас, когда Путин оскандалился очень сильно и с пенсионной реформой, и с конституционной реформой. Однозначными различными решениями, ну, мягко скажем так. Трусостью. Трусостью, прежде всего. Он играет роль такого мужика, который должен быть всегда впереди на любом плане. Трусость была в принятии этого сложного решения? Нет. Этот момент? Трусость была в том, как он ее подавал. Когда он принял решение о увеличении пенсионного возраста, я сейчас не говорю, правильное решение или нет, я думаю, что неправильно, но другой вопрос. Он должен был выйти вперед и сказать, братья и сестры, я вам обещал, что я этого не сделаю, я это сделаю, я это делаю, потому-то то-то, 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 то-то. Я понимаю, что вы недовольны, я беру на себя ответственность, вы меня избрали президентом, я буду это делать там и так далее. То есть, вот что надо было сделать. Как вышел Кеннеди, между прочим, к нации, когда был дикий провал в заливе свиней на Кубе. Да, ну понятно. Да, дикий провал. И что сделал Кеннеди? Кеннеди вышел к народу и сказал, ну, через телевизор, да, вышел к народу и сказал, значит так, это мое было решение. Это я приказал нашему представителю в ООН и Лайю Стивенсу. Было же обращение Путина к народу именно по этой теме. Ага, оно было месяца через два после того, как это уже все стало. Я сам слышал разговор на рынке двух теток, которые по, так сказать, внешнему виду, его тетки. Вот, одна, другой говорит, какой же, говорит, он чекист? Я бы услышал разговор. Если? Чекист, говорит, смелый. Это она так думает, чекисты вообще трусы. Ну, институционально, да? Ну, значит, в шестером вооруженных на одного безоружного, это, конечно, у нас большоество. Не совсем чекисты были. А кто? Чекисты. Чека. Чека, именно Чека. Случайная комиссия не может. И они с гордостью. Не обязательно они в шестером на одного набрасывались, наверное. Иногда 12. А эти нынешние с гордостью несут это имя, да? Так вот, чекисты, говорит, смелые. А он, говорит, спрятался тут за Медведева, за кого-то. Сидит, значит, молчит. Тьфу, говорит, не мужик. Вот это я сам слышал. Понимаете? Второй случай, когда он проявил совершенно недостойное поведение, это пандемия. Нету второго лидера в мире, который так глубоко спрятался в бункер. Нету такого второго. Нету. Но медийно это было совершенно не очевидно, потому что были же постоянные прямые... Оля, Оля, первые две недели, он как Сталин в первые две недели войны молчал. Вообще ничего не говорил. Все вперед вызвал. Дальше он появился из бункера. Что он сказал, вы помните? Он сказал две важных вещи. Значит так, решать все будут губернаторы. Это те самые пацаны, которых поставили, чтобы передавать сверху вниз приказы, а снизу вверх заносить деньги и голоса. Больше вообще ничего. Они кто? Они что, губернаторы, что ли? Кто их выбирал? Вот. Значит, он сказал, что все будут делать губернаторы. Чем поразил их? Да нельзя. Они были удивлены. Это факт, да. Вот. А второе, что он сказал, он успокоил нас с вами, что парад обязательно состоится. Вот люди ни о чем, кроме парада, в тот момент не думали. Понимаете? Зарплату не платят, предприятия закрываются, эпидемия какая-то жуткая. Непонятно, что это такое. Ну, вы же опытный человек. Вы понимаете, как политтехнологически это работает? Как раз политтехнологически это полная дурь, которая свидетельствует о том, что он давно ушел в астрал, он живет вообще в своем каком-то мире, в котором вообще никого нету. Вот и в этом своем мире у него там вот эти вот игрушки, он там ракетами играет там и так далее. Он разочаровал людей очень сильно, мне так кажется. Ну, и вы тут его как раз-таки и поймали. Да, вот на... в том числе в Твиттере, да. Да, то есть вы расскажите сейчас лучше, как обстоят дела с вашим заявлением, которое вы написали в Следственный комитет по факту возбуждения уголовного дела в отношении Путина. Они это спустили с самого верха на Москву, на Московский Следственный комитет, дальше они передали в какую-то другую структуру, которую сейчас это изучают, причем мои юристы, с которыми я консультировался, говорят, что все это абсолютно незаконно и так далее. То есть это логично. И они, естественно, дадут какую-то отписку и прочее. Самое смешное, что они вообще люди странные и непрофессиональные. Я знал, когда я писал, что мне ответ должен быть такой. Значит так, президент Российской Федерации не может быть под следствием и под судом. В Конституции записано. То есть вы просто сразу троллили сходу? Моя задача была все назвать своими словами. Понимаете? Ну, проведение парада и голосование в условиях пандемии – это покушение на убийство. Вот и все. Я тогда это сейчас говорю. Потому что, очевидно, кто-то заразится, очевидно, кто-то из заразившихся умрет. На кой дьявол пацанов вывели маршировать? Скажите, на кой дьявол кто-то из них заразился и умер? Зачем они что? Они же как-то не факт, когда факт. Извините, факт. Это пандемия. Это все очень серьезно. Точно кто-то умер? Вы точно знаете? Нет, подождите, я ничего. Вы сказали, что это факт. Я экстраполирую ситуацию, когда собирается много народа, кто-то заражается, кто-то умирает. На пике пандемии. Парад-то был уже после прохождения пика. Как раз тогда еще и был пик. Вот тогда и был пик. А они это сделали. Я хотел назвать вещи своими именами. Преступление надо назвать преступлением. Что я хочу для своей страны. Я хочу, чтобы все называлось своими именами. Убийство, убийство. Это важно. Убийство, убийство. Взрыв, взрывом они хлопком. Понимаете? Карантин, карантин они, а не рабочими днями. Что они дурью-то маются? То, что они не ответили, что он просто не подсуден по должности, они Конституцию не читали. В Конституции написано черным по белому. Я, конечно, это знал. Я Конституцию читал. Скажите, а что с модными трендами новыми? Телеграм-каналы, Ютуб? Может быть, подписаны кого-нибудь, смотрите, читаете? На Нехту подписаны? Нет, мне хватает того, что приходит через дождь. А поддерживаете кого-нибудь из блогеров? Специально нет. Оно как-то само приходит. Вот что приходит, мне хватает. Вот, и я как-то, если Facebook закроют, ну, я перейду на что-нибудь, конечно, куда деваться. А так мне что-то, мне хватает более чем. Facebook мы закроем, или американцы для нас его закроют? Я не знаю. То, что наши пытаются, но вряд ли у них получится. На самом деле, это источник оптимизма. Но мы в другом мире находимся. Источник оптимизма в том, что у них руки растут из задницы, и они ничего не могут сделать. Вот как они не смогли закрыть Телеграм, это же совершенно анекдотическая история. Да, все посмеялись, да. Просто анекдотическая, да? А в Китае мне говорили, там же все там закрыто, там, суверенно, вообще все такое. Любой подросток нажимает там несколько кнопочек и выходит во всемирную сеть и кладет на родную коммунистическую партию вообще. Раньше вы были частым гостем политических ток-шоу. Это 60 секунд, поединок. Скажите, куда сейчас вы делись голубых экранов? Или в Федеральной СМИ больше не нужна такая открытая, альтернативная точка зрения, как ваша? Меня перестали туда пускать. Почему? Меня перестали звать по приказу из Высокой Красной Стены. Вот, я даже знаю, кто этот приказ отдал. Знаете, за что? Потому что я выигрывал. Правда будет легко и приятно. И людям понятно, когда говорят правду. Люди нарезали, ну, сколько раз я это видел, да? Люди нарезали ролики. Сами, я не умею это делать. Эти ролики набрали миллионы просмотров. Миллионы. Самое забавное, выключаются камеры. Ну, там сейчас-то пандемии никого нет, а там, значит, сидят эта клака, значит, которая аплодирует по приказу, да? Причем они даже не стесняются этого. Вы знаете, они не стесняются. Вот камеры выключаются. Чего-то какая-то стоит. Значит так. Почему там тихо аплодировали? Почему? Я... Ну, это же продакшн. Это фабрика. Жлобство и мерзость. Выключаются камеры. Эти самые люди подходят ко мне и говорят, спасибо, вы все правильно говорили. Я хочу вам руку пожать. Я говорю, ребята, а что вы мне не аплодируете? Не было дня, чтобы меня не останавливали на улице, не пожимали руку, не благодарили, не просили там, не знаю, в тормозе сфотографироваться, там еще чего-то такое с благодарностью. И за все годы не было ни одного негативного контакта. Ну, кто-нибудь бы ко мне подошел и сказал, что ж ты вообще, сукин сын, за деньги госдепа нашего президента там дерьмом мажешь там и так далее, да? Не было, нейтральные были. Бывали случаи, когда, ну, я вижу, да, до сих пор, кто так смотрит на меня, явно узнает, но как бы подойти или там что-то сказать, стесняется. Я не знаю, что он там думает про себя, может, он думает, что я негодяй конченный, да? Но когда это вербализируется, да, когда человек что-то говорит, да, то говорит он в позитив. Практически всегда. Это говорит о том, что я на самом деле выиграл. Не по их голосованиям, да, забудьте про эти голосования. И когда я туда приходил, то вся эта свора кидалась на меня. Десять человек на одного меня, естественно, да. И ведущие, все эти эксперты так называемые. Вам это нравилось? Это приятное ощущение? Да. А ваши единомышленники что говорили об этом? Разное. Компонент легитимизации этого шоу, конечно, есть. И они меня приглашали до тех пор, пока они считали, что это для них важнее, чем то, что я, так сказать, морально и прочее выиграю. Но вы, как Ленин, использовали площадку для того, чтобы донести свои мысли. Я бы себя не сравнивал с этим человеком. Ну, была у него фраза хорошая, что нужно использовать все возможности, когда необходимо. Я бы себя с этим человеком не сравнивал, да, по разным причинам. Понимаете, я же не выбирал эту миссию, да. Она случилась. Она случилась в силу там стечения обстоятельств определенных. Я считал и считаю своим долгом. Вот есть там один американский психолог сказал замечательную фразу «What you can be, you have be». Кем ты можешь стать, тем ты должен стать. Я верю, что это действительно так. Нравилось ли? Да, нравилось. Потому что когда 10 человек щелкают зубами, но ничего с тобой не могут сделать, это приятно. А вот насчет отношения соратников. Не потеряли бы вы их доверие? Чье-то доверие я потерял изначально, потому что я принадлежу той команде, которая начинала эти реформы. Меня много раз пытались спровоцировать, сказать некоторые негативные слова про конкретных людей. И никогда у них это не получится. Я друзей это не предаю. Но я могу с гордостью сказать, что в каком же 2017-м, что ли, или в 2018-м году я получил премию фонда «Либеральная миссия». Это Ясин, Зимин, это вообще, ну, смотрите, они лучшие люди нашей страны. Я получил премию за мужество в отстаивании либеральных ценностей. Вот, а я очень ее ценю, очень благодарен за эту оценку. Скажите, а что мешает диалогу между оппозиционерами и условно-центристами? Ведь, потому что даже смотря... Вот на площадках телевизионных и так далее. Даже смотря ток-шоу было видно, что диалога нет, разговора нет, все скатывается до оскорбления взаимного и криков соответственно. Диалога с властью, ну, федеральное телевидение, диалог с властью, значит, они там организаторы, они все решают, да, кому где стоять. Они даже решают, кому где стоять. На шоу «60 минут» меня всегда ставят рядом с иностранцами. Там же есть сценография. Чтобы было понятно, что вот это вот наши люди стоят, понимаете, а это враги. Так снимайте дубни, я вам странный секрет раскрою. Поляк, украинец, и Гозман тут, понимаешь, еще и еврей, еще и косоглазый. Ну, нормально, бог шельма метит. Значит, диалог там невозможен потому, что его не хочет власть. А власть не хочет его потому, что власть не видит субъекта для диалога. Понимаете, власть не видит, с кем разговаривать. Они людей за людей не считают. Они не признают, мы с вами говорим о свободе, они не признают свободу в человеке. Они считают, смотрите, как сейчас про Белоруссию говорят, они считают, что людей выводят. Не люди выходят, а людей выводят. То ли за деньги, за печеньки, то ли... Частично и выводят тоже, наверное. Не могут люди выйти, ну, прям совсем уж не организованно. Нет, нет, извините, я этого не говорил. Я говорю, что когда люди уже вышли, то среди них формируется организующая группа какая-то. Когда они уже вышли. Прямо на площади? Ну, на площади, на улице, на нескольких площадях. Постепенно это формируется. Людей не выводят. Нет, нет, они сами выходят. Вот, если вы когда-нибудь в этом участвовали, вас что, выводили? Вы сами выходили. И я сам выходил, да? Так вот, власть не видит субъекта, обладающего свободой воли. И поэтому ей не с кем разговаривать. Она в одиночестве находится. В таком глубоком одиночестве. И этот разговор с этой властью невозможен, потому что они не видят партнера. А вот с кем возможен разговор, хотя его нет, это с людьми, придерживающимися разных политических взглядов, разных идеологий. Среди них есть люди купленные. Среди нас их очень мало, потому что мы не нужны, как бы мы не в мейнстриме для государства. Но, допустим, среди националистов есть люди, понятно, на зарплате. Да, понятно совершенно. А есть люди убежденные. Среди левых есть люди на зарплате у государства, которые роль просто играют. Ну, там, начиная с дяди Зюду, да, многих других. А есть люди верящие в левую идею. Вот я глубоко убежден, что необходимым условием нормального будущего нашей страны является нормальный диалог между людьми разных политических взглядов. Вот у меня одна картинка страны, а у него другая. Это то, на чем я очень хочу пожать вам руку, потому что мы наш проект начинали в том числе для этого, чтобы была возможность, и была такая площадка для такого диалога. Слушайте, я давал интервью литературной газете как-то раз, большое интервью на разворот, да, мне говорят, зачем ты с этими, понимаешь, там, фашистами, там, с кем-то и так далее. Я говорю, ребят, я же с теми, кто их читает. Есть такая штука, радио называется «Радио Аврора». Парень, который главный редактор там, мне сказал, я говорю, вообще сталинист, я поклонник Сталина. Я говорю, ну, ладно, ну, Сталин так Сталина. Но у меня такое ощущение, что этот парень верит в то, о чем он говорит. Понимаете? Это самое главное у нас. И поэтому мы с ним можем разговаривать, понимаете? Про международные отношения давайте, наверное, поговорим. Захар Прилепин недавно написал в своем фейсбуке о том, что стремительной, именно стремительной Армении нужно присоединиться к России. Всех несогласных с этим фактом, значит, блогеров, политиков нужно упаковать и отправлять в Турцию. Скажите, на ваш взгляд, каков дальнейший сценарий развития противостояния между Арменией и Азербайджаном? И самое главное, какова возможная роль России в этом конфликте? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я вчера даже говорил к телефону с Леоном Тарпетросяном, первым президентом армении, с которым мы хорошо знакомы. Просто он звонил и спрашивал, что это происходит вообще? Что с этим делать? Значит, ну, к высказанному, к высказанному Прилепину я отношусь предельно негативно. Ну, правда, как к нему лично. Кстати, не потому, что у меня такие взгляды, а потому что я не верю в искренность из Возградов. Я знаю, что он у вас был, я смотрел этот программ, но я не верю в его искренность. Ну, потому что, когда человек объявил себя, что он поехал воевать на Донбасс и стал там политруком чего-то, а сразу после этого, в течение целого месяца, он ездил по городам России с рекламой своих книг. Ну, он писатель все же. Извините, пожалуйста, были писатели, которые брали в руки оружие, такое действительно бывало, и тогда они становились солдатами на это время. А он сказал, что он едет воевать на Донбасс, а на Донбассе людей убивают, на самом деле убивают. Убивают, разумеется. А он сказал, что он едет воевать на Донбасс, он там появился на фотографии, а после этого он был в Новосибирске, в Кемерово, и деньги зарабатывал. Про Белоруссию вы уже упомянули. Вы тоже написали у себя в соцсетях о том, что Лукашенко украл у Белоруссии условно 30 лет жизни. На это очень ярко среагировал Никита Сергеевич Михалков в своем шоу «Бесогон». Кретин, можешь зачитать? А вы не видели? Нет. У вас сейчас будет возможность ответить Никите Сергеевичу. Прекрасно, да. Мы же с Никитой Сергеевичем дважды были в поединке у Соловьева. Дважды. И нормально разговаривали. Правда, вторая встреча закончилась тем, что я его как-то сильно мордой обстол. Так получилось. Никита Сергеевича? Никита Сергеевича. Это сильно. Подумаешь, Демиург. И он обиделся и даже как-то не попрощался. А потом он как-то раз на меня наехал, это мне сказали. Я ему написал. И я знаю, что это к нему попало. Я ему написал, вы там сказали то-то, вы сказали неправду. Да, вот неправду вы сказали. Давайте мы с вами встретимся еще раз. Мы же уже встречались. Давайте мы поговорим напрямую. Я вас оскорблять не буду, как вы меня в своей программе. Вот когда я ребенком был, то мальчишка считалась позором. Если тебе говорят, давай выйдем. А ты не выходишь. Не выйти. Ты понимаешь, что тебе сейчас морду набьют. А выйти все равно надо. Но я ему написал, что я же простой человек, разночинец. Как там у вас, у потомков баярских родов, я не знаю. Так вот, давай выйдем. Так он не ответил. Хотя он продолжает мне ацетировать. Может быть, вот это ответ был? Такой скрытый, знаете, завуалированный. Причем от Ника Дона Розы Дальвадореса. Он процитировал в своей передаче. Ага, он всегда цитирует. Он трус. Он трус. Он не от себя говорит, а он цитирует других. А не надо цитирует других, от себя говорит. Ну и тем не менее. У Грузии не было Лукашенко. Там был Саакашвили. Я же правильно поняла, Георг Гозман, что Грузия уже в Евросоюзе? И в Молдове не было Лукашенко, и на Украине не было. Все в Евросоюзе уже? Я вам больше скажу, в Таиланде не было. И Таилан тоже не в Евросоюзе. Значит, это, ну конечно, дурь полная. Я видел этот текст, он висит у меня в Твиттере и так далее. Потому что я говорил про Беларусь. Вот, Республика Беларусь. Если бы не Лукашенко, конечно, была бы давно в Евросоюзе. Грузия была бы в Евросоюзе, если бы не война, например. Ну для меня это страна очевидна. Беларусь европейская страна. Европейская. Вот если вы там бывали в городах, представление о том, что это какие-то там провинциальные колхозники, это неправда. Это более европейская в таком по картинке страна, чем европейская часть России, например. Конечно, несомненно. Посмотрите, даже белорусская эмиграция, вот диаспора Беларуси, которая живет там, Латвия, Германия, там еще где-то, есть страны, где их много вообще, этих ребят. Это не экономическая эмиграция, как из многих других постсоветских стран, чтобы просто поехала на заработки. С экономикой все более-менее. Это в основном, экономическая же тоже есть, но это в значительной степени эмиграция идеологическая. Это молодые, продвинутые ребята там и так далее. Почему они были бы в Евросоюзе? Я считаю, что нашей с вами стране это было бы только хорошо, потому что наша страна заинтересована, чтобы по нашим границам были не сумасшедшие диктаторы, от которых вообще неизвестно, что ждать. Понимаете, потому что Луку его сейчас сюда кинуло, потом его туда кинуло, оно нам надо, скажите, пожалуйста. Мы заинтересованы в том, чтобы нашими соседями были предсказуемые, стабильные, спокойные страны. И сами мы заинтересованы в том, чтобы стать такой страной. А мы для этого должны что-то делать? Для чего? Для того, чтобы нас окружал такой вот пояс условного благоденствия. Мы должны не вмешиваться в их дела и оставить безумные химеры, и мерзкие, и захватнические, и не мешать. То есть они сами там будут за нас? Но они сами решат, если мы не будем туда присылать тетушек, как, видимо, есть сейчас. Если мы не будем, как сейчас Путин дал полтора миллиарда Лукашенко, чтобы он еще посидел, значит, на троне, там, и так далее, да? Вот если мы не будем этого делать, то они к нам будут хорошо относиться. Все должны не вмешиваться или только мы должны не вмешиваться? Ну, вообще-то говоря, все должны не вмешиваться. Я просто к чему, я пытался в том числе для себя сложить картинку. Вы, с одной стороны, говорите, что не надо вмешиваться, а с другой стороны, вполне себе аплодируете, например, убийству Сулеймани, американцам. Значит, Сулеймани, это немножко другая все-таки, ну, просто совсем другая ситуация. Давайте сначала про невмешательство в эти события. Да, хорошо, хорошо. Про невмешательство в эти события я считаю, что единственное, что можно делать другим странам, и в том числе и нам, конечно, гуманитарная поддержка, да, и вместе в консорциуме других стран следить за тем, чтобы там не нарушалось, там, ну, зверств всяких не было. А поддержка оппозиции и демократического процесса, как из Евросоюза, коллеги говорят, не является вмешательством? Что значит, где вы видите поддержку? В плане помощи преодоления беззаконий, да, должна быть, почему бы и нет. Вот. Поддержка никакая другая не может быть, потому что, понимаете, невозможно избрать президента другой страны, из Москвы, из Вашингтона, из Тагерана, там, и так далее. Это, в принципе, невозможно. В Киеве не так случилось? В Киеве, конечно, не так. Ну, подождите, ну, Порошенко очень дружил там со всеми западными людьми, да. Народ сказал Порошенко, Порошенко, ты нас достал, вали. Вот. Поставили Зеленского. Янукович восстановил против себя народ Украины. Вот. Хамством, подтасовками, жлобством своим и так далее. Вот. Они, конечно, сами выбрали этого уголовника, это понятно. Ну, дальше была, вы считаете, легитимная смена власти? Вполне. Думаю, что да. Вы мне дали интересную подачу. Вот то, что сейчас в Америке происходит, они же, наоборот, пытаются разнообразие, на самом деле, все-таки приуменьшить. Скажут, знаете, вы вообще все одинаковые. Не то, что мы все разные, и это хорошо. Нет, различий не существует. Вообще. Те американцы, мнению которых я доверяю, они с очень большой тревогой смотрят на происходящее там сейчас. Оценивают это как очень глубокий кризис, политический, ментальный кризис Соединенных Штатов. Уже буквально прощаясь, что называется на ходу? Я хочу вам прочитать несколько коротеньких цитат и попрошу вас коротко прокомментировать. Цитаты две. «Отсутствие смыслов – путь к неогенным психозам». Это Виктор Франкл. Да. Я имел честь его хорошо знать и даже дружить с ним. И смыслами я называю ответы на вопросы. То, что на вопрос не отвечает, лишено всякого смысла. Это бахтин. Какие вопросы российское общество себе еще не задало за последние 30 лет? Пожалуйста, обречены ли мы жить так, как живем? Это был канал «Метаметрика». Леонид Гозман, Дмитрий Егорченков, Кристина Бусарова. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в соцсетях. Пока-пока. А у меня заберут или мне дадут в подарок? Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин